Глубоко уважаемые слушатели, сегодня мы начинаем с вами цикл лекций, посвященный очень важной, актуальной теме, посвященной психическому здоровью. Что такое психическое здоровье? Какова его важность для человека в его повседневной жизни, в его общественной жизни? Каковы факторы, которые его укрепляют и которые его разрушают? Психическое здоровье – понятие, которое тесно связано с понятием психика. А психика, что это такое? Вот перед нами крошечное существо, младенец. Ему от силы, может быть, первый месяц жизни. Есть у него психика или нет? По поводу его психики существует много разных мнений. И одно из таких, что психики у данного существа пока что нет. Он только спит, ест, иногда плачет. Но иногда, конечно, и улыбается уже на первом месяце жизни своей. Но это глубоко неверно. Психика у этого крошечного существа есть. Не только психика, но еще и такое понятие, как то, что этот маленький человечек – человек. И мы должны его уважать и принять его в свое содружество человеческое. Это уже наш коллега, наш друг, наш современник. Психика характерна не только для человека. Психика имеется у животных. У животных это набор инстинктов и набор условных, так называемых, рефлексов, то есть тех форм поведения, которые животные приобретают в процессе жизни, приспосабливаясь к среде. И если мы посмотрим на поведение таких животных, как хищники, как птицы, как даже рыбы, и мы обнаружим, что у них есть замечательные формы поведения, которые напоминают наше человеческое поведение. У них, безусловно, есть сообразительность, у них есть юмор, у них есть умение овладевать средой настолько, что они могут в какой-то степени менять свое поведение в зависимости от того, что диктует им среда. Одним словом, психика у животных – это инструмент для приспособления к среде. А вот психика человека, она, конечно, резко отличается от психики животных. Каким образом? Чем отличается? Безусловно, у человека психика – это тоже приспособление к окружающему миру, но не только. Человек не только приспосабливается к среде, он формирует новую среду, он преображает ее. И мы с этим сталкиваемся на каждом шагу. Если мы немножко углубимся в историю, то мы увидим, как человек жил, допустим, даже сто лет назад. Среда была совершенно другая. Ну, как, например, жил человек в сельской местности? Это лучина. Это вот в такую погоду, слякотную, весной ранней или поздней осенью, когда грязь, снег падает. А человек хотел в лаптях в сельской местности. Ну, бедные люди. Для них обувь какая-то, которая защищала их от холода, была просто недоступна по материальному положению. Об электричестве, о каких-то таких необыкновенных инструментах, как телевидение, как мобильные телефоны. И слыхом было невозможно слыхивать. Да потому что это бы даже если человек показал в это время, допустим, мобильный телефон, да его бы, например, приняли за какого-то колдуна, шамана, закидали камнями. А во времена Средневековья просто бы сошли на костре. Как же изменилось наше бытие за последние сто лет? Мы живем в прекрасных зданиях, мы ездим на прекрасных автомобилях, мы летаем по воздуху. Мы можем разговаривать за тридевять земель, друг о друга находясь на других континентах. И все это сделал человек. Он сотворил совершенно другой мир, категорически отличающийся от того, что было сто лет назад. Такой малый срок, если его сравнить вообще с человеческой эволюцией, которой, конечно, уже много-много миллионов лет. Итак, человеческая психика помогает творить новую среду. А что это значит? Это значит, что человек резко отличается от животного тем, что он творец, что это божественное явление человека. Это лишний раз доказывает, что человек – это божий сотрудник. Человеку дано удивительные качества. Он способен творить новый мир. Он творческое существо. Он может очень многое. Он может так много прекрасного сделать, с одной стороны, и, с другой стороны, он может быть ужасен. Он может все разрушить и вызвать апокалипсис. Итак, психика – это продукт многомиллионной эволюции. Он для чего-то создан, как мы сказали, для формирования нового окружающего мира. Но не только. Человеческая психика нужна человеку для самосовершенствования. Как это ни странно, вы подумайте. Человеческая психика – такой, казалось бы, инструмент, отдаленный от такого понимания, есть ли Бог. Ведь человек об этом задумывается крайне редко. Ну, в сложных обстоятельствах, в каких-то экстремальных ситуациях. Он начинает задумываться о том, а может быть, Бог есть, он мне поможет, начинает судорожно молить о помощи. А ведь на самом деле вся психика-то создана для того, чтобы человек усовершенствовал самого себя. То есть, чтобы эволюция продолжалась. И она, эта эволюция, должна идти не только потому, что человек творит новую среду, но что он и творит самого себя. Он приближается к высим необыкновенным. Приближается к Богу. Вот продукт многомиллионной эволюции. Вот посмотрим здесь океан. Вот из этого океана вышли мы с вами. Некое такое, выползли на берег. Некое такое прообраз. Еще далекий, конечно, от человека. Вот в этих замечательных условиях часто теперь говорят, что жизнь человека в том числе зародилась где-то в недрах Африки. Вот он вышел на берег, вот он превратился в некое, так сказать, существо. Как вот тут видим на рисунке, это существо в виде вот такого сначала про-человека, про-человека. Вот формирование его идет дальше, дальше, и, наконец, он превращается в такого замечательного атлета, совершенного, прекрасного в своей красоте, совершенного в своей внешнем проявлении, которое мы видим в изображении наших, так сказать, недалеких предков, предшественников в Греции, в античности, когда человеческая красота, человеческое тело воспевалось как удивительно совершенное явление на Земле, самое прекрасное. Психическое здоровье, как видим, оно связано с психикой. Каким образом? Да потому, что только психически здоровый человек может совершать все те задачи, о которых мы сейчас говорили. О том, что человек должен приспосабливаться к среде, как животное, он должен приспосабливать среду, для того, чтобы эта среда не мешала ему создавать новую среду. А для чего нужна человеку новая среда? Для того, чтобы он совершенствовал свое я, свою личность. Психическое здоровье – это возможность оптимального, то есть экономного, удобного, комфортного приспособления к среде. И не только приспособления, но и самоощущение комфортное. Вот как, например, на этом замечательном рисунке Нью-Йорка, где, как мы видим, новая реальность сопряжена с удивительным комфортом и удобством. Все сделано для того, чтобы человеку было удобно и хорошо в этом мире. Но, оказывается, это еще не повод к тому, чтобы человек усовершенствовался настолько, что был Богу подобен. Да ничего подобного. Именно в этой стране, Соединенных Штатах, так много проблем, так много зла, так много аналогий с тем, чтобы легко вспомнить, что человек произошел из глубоких животных голубин. А к Богу он имеет весьма косвенное отношение. А ведь это не так. Человек все равно двоякое существо. В нем и животное, и Бог существует одновременно. Итак, психическое здоровье. Оно отражает реальный мир. И во время человек психически здоровый, он полон самоуважения, он уважает личную свободу свою, он уважает свободу других и достоинство других. Вот вдумаемся в эти определения, в эти понятия. Здоровый человек, он никогда, психически здоровый человек, психическое здоровье, помогает человеку воспринимать себя свободным. Вы знаете, что ведь Бог создал человека свободным. человек имеет право выбора. Он всегда стоит перед альтернативой. Быть ближе к дьяволу или быть ближе к горным высотам. Быть человеком в высшем понимании этого слова. И при этом это личная свобода, которая присуща здоровому психическому человеку, ощущение этой свободы, которая накладывает на человека много всевозможных обязанностей. Но это настолько важно человеку чувствовать себя свободным, что во имя этой свободы он готов отказаться от собственной жизни. Личайшие случаи, когда животные отгрызают себе лапу для того, чтобы вырваться из капкана, например, заполучив свободу. Но это не та свобода. Это просто возможность выжить у животного. А у человека свобода это возможность чувствовать себя свободным. Пусть даже в плохих условиях, но свободным. Независимо ни от кого. Возможность принимать решения, действовать и так далее. И здоровый психический человек не только стремится отставать свою свободу, но он стремится отстоять эту свободу у других. Уважает в себе свое достоинство и уважает это достоинство в других. И не случайно люди высокого, так сказать, уровня, 200 лет назад, например, во Франции и в нашей стране готовы были за свободу умереть, готовы были при оскорблении своего достоинства вызвать обидчика на дуэль и тоже рисковали своей жизнью. Легче было умереть, чем остаться с сознанием того, что-то от твоего достоинства унижено. Что же такое психическое нездоровье? А вот психически нездоровый человек, он практически беспомощен. Он раб обстоятельств. У него нет ощущения свободы, да он и не стремится к ней явно, хотя внутренние ощущения и желание быть свободным как никогда имеет место. И у него тоже. Отсюда чувство вины, обиды, неполноценности, вот этой несвободы, которая лишает его уверенности в себе и, конечно, влияет на его поведение. Вот мы видим здесь урбанистический рай, который одновременно создает комфорт и, с другой стороны, порабощает человека настолько, что он чувствует себя действительно рабом обстоятельств. С одной стороны, ему хочется в этот рай, с другой стороны, у него нет таких возможностей. Ну, например, он беден. Да тем более, что в этом капиталистическом раю существует такой принцип. Если ты умный, то почему же ты бедный? И ты должен сделать что-то такое, чтобы обязательно разбогатеть. А что это такое? Да это надо поступить со своей свободой и своим достоинством. И человек поступается, потому что ему кажется, что деньги ему дадут и свободу, и всё это благополучие, ощущение комфорта. Но это ложная надежда. Получает деньги, а свободы нет, и счастья нет, и здоровья психического тоже нет. Итак, психическое здоровье это самочувствие гармоничное, самочувствие такое, которое человек не ощущает, как самочувствие. Он просто радуется жизни, он просто живёт. Он доброжелателен, он оптимистичен, он активен, а самое главное, он контролирует ситуацию. Он толерантен к другим. Каким образом? Он принимает другое я, другого человека, с другими особенностями, с другими привычками, с другим цветом кожи. Он позволяет ему жить, он уважает его, он берёт ответственность на себя в критических обстоятельствах, он самокритичен к себе и самокритичен к своим действиям в тех или иных обстоятельствах. Более того, эти обстоятельства, которые ему как бы мешают жить или наоборот помогают жить, он их анализирует и использует в своих интересах. А какие интересы у человека психически здорового? Это создание новой, оптимальной, благоприятной среды для себя и для других. И это усовершенствование своей личности. Это должно всегда стоять во главе угла у каждого здорового психического человека. Правильно ли я поступаю? Правильно ли я живу? Есть ли у меня цель в жизни? Каков смысл моей жизни? Это те сакральные вопросы, которые кажутся высоким штилем и совсем вроде бы не обязательно человеку. Он их, может быть, не всегда задаёт себе, но подспотно, на интуитивном уровне он обязательно это думает и эти вопросы задаёт. Даже при, не обязательно, высочайшем интеллекте, а на самом обычном интеллекте, человек всё равно себе эти вопросы задаёт. А вот нездоровье – это отсутствие благополучия, это неблагополучие по всем статьям, во всём. Даже если человек богат, если у него всё есть, его любят, а он всё равно ощущает себя дискомфортно. Ему всё равно не живётся, как говорится, в покое и в мире. Человек нездоровый, как мы уже говорили, испытывает много разных неприятных ощущений, как чувство вины, обиды, неполноценности, и он полон подсознательных комплексов. Хочется сказать, что эти комплексы у человека создаются очень-очень рано, ещё до рождения, в зависимости от того, как ведут себя окружающие люди, ожидая его появления на свет. И эти же комплексы закладываются в первом году жизни, и они действуют потом всю жизнь. Они есть практически у всех людей, но психически здоровый человек умеет подавлять эти комплексы, управлять ими. Более того, как говорит замечательный психолог нашей современности Фрейд, он говорит, что очень многие комплексы, в том числе, они могут управлять поведением настолько, что делать человека психически нездоровым. Это с одной стороны. Но с другой стороны, эти комплексы могут трансформироваться, как, например, подавление сексуального чувства. Сексуальные чувства, например, появляются очень рано у человека, в возрасте первого года жизни. Подавление этого чувства, оно может, причём разумное такое подавление этого чувства, оно сублимируется в творческие возможности человека, в активность психическую, в создании каких-то определённых других ценностей, формирует гармоничную личность. Не всегда удовлетворение всех тех желаний, которые возникают в подсознательном, подсознательном уровне у человека, целесообразно для человека. Здоровый человек делает выбор из них, и то, что ему следует, сейчас нужно, по чувству долгу своего, он их осуществляет, используя, кстати сказать, подавленные комплексы как творческую активность. Факторы психического здоровья. Вот они тут перечислены. Биологические, социальные, психологические, духовные. А что же это такое? Посмотрим на них немножко поближе. Физические факторы психического здоровья. Ну, это прежде всего, конечно, прежде всего, конечно, физическое здоровье человека. Ну, самого человека. Ну, и не только. То, что касается психического здоровья, оно охватывает не только саму личность, оно охватывает микросоциум, то есть, например, семью, коллектив, и макросоциум, общество целиком. И вот это физическое здоровье общества, вот мы, например, на сегодняшнем дне своем посмотрим. Здорово наше общество сейчас? Можно его считать психически гармоничным, здоровым и способным к таким свершениям, как усовершенствование среды и усовершенствование психологического своего микроклимата душевного? Посмотрим, что у нас сейчас творится. У нас сейчас творится рост социальных болезней, туберкулеза, сифилиса. 40% детей относятся к хронически больным. Рост наркомании, алкоголизма, проституции, работорговля, рост самоубийств, который сейчас достиг просто катастрофического уровня. Известно, что общество не жизнеспособно, если количество самоубийств превышает 10 человек на 100 тысяч населения. У нас в стране сейчас количество самоубийств перешло за границу 50 человек на 100 тысяч населения. Но наша страна, конечно, находится в ситуации кризиса, перестройки, революции. Поэтому у нас необычное состояние. Но ведь интересно, что эти цифры присущи очень стабильным, спокойным и развитым, богатым, социальными пакетами стран. Социальные пакеты таковы, что там можно даже вообще не трудиться, а, так сказать, вполне благополучно жить. Не умирать с голоду, во всяком случае. Вот, например, скандинавские страны, которые всегда приводятся в пример, как социально обеспеченные, гарантированные страны. А там количество самоубийств примерно такое же, как у нас, 30-40 на 100 тысяч населения. В благополучной Америке то же самое. Количество самоубийств очень высоко. И там же имеют место и проституция, и работорговля, и наркомания, и так далее. Неграмотность – это тоже результат психического здоровья. В Америке, в такой благополучной стране, может быть, статистические цифры немножко привирают, но там, говорят, до 20% подрастающего поколения неграмотны. Они не умеют читать, не умеют писать. Мне даже, честно говоря, не верится в это, что это так. Но и у нас сейчас, к сожалению, тоже начинается эта проблема неграмотности. А что такое неграмотность? Что может неграмотный человек? Разве может он себя усовершенствовать? Разве он может творить новую среду? Он выбрасывается из тех задач, божественных задач, которые были, как говорится, от роду поставлены перед человеком. Грамотность – это совершенно необходимое явление. Что такое грамотность? Это знание. Человек должен знать, что происходит с ним, что происходит вокруг. Я перечислила эти высокие цифры снижения, так сказать, социальных парадигм нашего общества. Это снижение продолжительности жизни, это высокая смертность среди убывающего поколения и среди детского населения. Сейчас это особенно сокращение населения и деградация всех сторон здоровья и физического, и психического, и духовного. А духовного? Какое страдание духовного здоровья? В чем оно проявляется? А это искажение понятий. Искажение понятий таких сокровенных, сакральных понятий, как грех, совесть, стыд, раскаяние, долг. Вы знаете, совсем недавно, вот я, например, застала тот момент, и вы наверняка помните, когда говорили, что совесть – это лишний атрибут, это вообще никому не нужно, явление его надо выбросить. Он мешает человеку быть свободным, раскованным. Наивность какая? Совесть невозможно выбросить. Это тот комплекс, который присущ человеку, который, вот, например, по Фрейду, это тот психический механизм, который формируется в обязательном порядке к 5-6 годам жизни ребенка. У него уже есть совесть. А что такое совесть? У него есть понимание добра и зла. Он этого не озвучивает, но поспудно в душе человек знает, когда он поступил неправильно, знает, когда он поступил правильно, по совести, по справедливости. Не случайно, поэтому даже в тяжелых разбойниках, ну, как в старой русской песне «Кудеяр разбойник», совесть Господь пробудил в нем. И пошел он Богу служить. И не только Богу, а людям служить. Пошел. И вот этот атрибут совесть, выбросить его нельзя. Так же, как и нельзя выбросить долг, который нам тоже в какой-то степени некие наши духовные, так сказать, новые учителя говорили о том, что долг, какой такой долг. Я ничего не должна, говорила вот тут как-то на передаче с нашими ведущими журналистами. Известная актриса, молодая, красивая женщина, когда ее спрашивали, любит ли она родители, она говорит, нет. А почему? А почему должна их любить? Ну, это же ваш долг, нет, я никому ничего не должна. Я совершенно свободна. Вот такое понимание своей свободы. Боже мой. Как жаль эту девочку, эту молодую, красивую женщину, у которой, оказывается, нет никаких обязанностей в этой жизни. Она свободна. От чего она свободна? Она свободна от духовной жизни. Она не человек. Вот что такое. человек свободный от долга, от угрызений совести, от болезни своей души. Правильно ли он живет? Правильно ли он живет? И так далее. Этапы формирования психики. Это очень важный момент, на который мы с вами быстренько должны остановиться. Это период детства. Какой? От одного года, от первого месяца жизни до 21 года. В нашей стране считается до 14 лет. Вы знаете, что паспорт дают уже 14 лет. Но детский возраст вроде и заканчивается на этом периоде. Но это формально чисто, потому что человек еще в это время незрелый. Он не может до конца оценивать ни свое поведение, ни свое будущее. И поэтому во многих странах взрослость, взросление продолжается вот до этого периода 21 года. Раннее детство. Это младенчество. Это первые годы жизни. Это дошкольный возраст. Казалось бы, это периоды, в котором психическое здоровье как бы даже вроде бы и не очень обязательно. И можно ли там испортить психическое здоровье? Оказывается, чем дальше мы углубляемся в эти периоды жизни и в тайны психического здоровья, оказывается, что именно в этом возрасте закладывается человеческая личность и психическое здоровье на всю последующую жизнь. Как говорил опять-таки, возвращаясь к Фрейду, до трех лет складывается человек как таковой, а дальше всего лишь происходит модификация сложившейся человеческой личности. Все заканчивается к трем годам. Это уже человек, сформированный со многими своими понятиями, представлениями и комплексами, в том числе здоровьем и нездоровьем. Каковы факторы риска нарушения психического здоровья? Вот они здесь представлены. Это генетические факторы, это фактор возраста, это травмы мозговые, травмы головы, это пол человека, мальчика или девочка, это макросоциум, то есть общество и микросоциум, это окружение, в котором живет ребенок. Рассмотрим каждый из этих факторов. Ну, генетика. Это вещь довольно известная, все знают, что многое в человеке определяет его наследственность. Наследственность. Каковы родители, таковы и дети. Но на самом деле это далеко неоднозначно. Многие наследственно отягощенные дети, вот, например, мой опыт показывает, да и международный опыт в охране психического здоровья показывает, что дети, рожденные от психически больных родителей, далеко не обязательно заболевают психическими расстройствами. Даже наоборот. Они часто бывают более одаренными, они часто бывают более совершенными, чем дети, рожденные абсолютно благополучных обывательских, так сказать, семей. Отчего же это зависит, что генетические факторы это не фата, это не фатум. Это зависит от микросоциума, да и макросоциума тоже. В зависимости от того, как развивается ребенок в раннем возрасте, в младенчестве, не всегда генетические факторы оказывают такое печальное действие. Наоборот. Есть даже такая фраза, такое понятие, интересное, я считаю. Это когда ребенок заболевает психозом на коленях у матери. Вот микросреда обладает не только отягощающим обстоятельством, не только вызывая психическое расстройство, если она плохая. Если она хорошая, она наоборот улучшает психическое здоровье, даже тогда, когда оно нарушено. Но эта среда, она обладает мутационными действиями. То есть она как бы сама может спровоцировать психическое заболевание и, безусловно, она усиливает генетические предрасположения к тому или иному расстройству. Возраст. Есть такие критические возраста у нас с вами. Это год первого, первый год жизни, возраст трех лет, возраст начала школьной жизни, 7, там 6-7 лет, пубертат, ну это всем известные дети в пубертате, они, так сказать, проблемы отцов и детей возникают, ругаются там с родителями, некое такое протестное поведение появляется. Ну и у взрослых людей есть критические возраста, это возраст зрелого, критический возраст зрелого периода, инволюционный период и так далее. Все травмы, которые могут произойти с человеком в тех или иных критических возрастах, они, конечно, усугубляются, и риск возникновения психического заболевания особенно значительен. Это, безусловно, микросоциальные условия, это, безусловно, травмы головы, которые могут произойти в родах, в последующем ушибы головы какие-то, которые могут пройти незаметно. Ну, ребенок стукнулся, там, допустим, упал откуда-то и так далее, побежал, упал, скачали. На это даже никто особенно не обращает внимания, он опять бегает, ни на что не жалуется. Дети, кстати, редко жалуются на свое нездоровье. Но на самом деле это все откладывает серьезные последействия на дальнейшее психическое здоровье. Пол. Это очень важный фактор. Пол. Девочки от природы своей сформированы так, что они болеют значительно меньше. Они более выносливы, они более консервативны в своей психике. Они больше могут реализовывать свои страхи, свои недовольства, свое чувство вины, вот в своей некой истеричности, проявлений своих эмоциональных, так сказать, проявлений ярко и безудержно, не умея так себя особенно контролировать. Это свойственно девочкам и женщинам. И это оберегает психическое здоровье в какой-то степени. Ну, конечно, когда эти эмоции проявляются в должной степени. в рамках, в норме. А вот мальчики это гораздо более ранимые, гораздо более незащищенные и хрупкие существа, которые гораздо более подвержены психическим расстройствам. В два, в три, в пять, в некоторых случаях, в десять раз мальчики чаще болеют, чем девочки. Почему это происходит? Почему мальчики так сензитивны? Почему они так ранимы? Почему они так подвержены и хрупки в отношении всевозможных травм, психогенных и физических травм? Да, потому что мальчик, он как бы запланирован природой на творческую активность, на преобразование. Мальчик – это путешественник, который идёт по жизни и смотрит вокруг, и всё, как говорится, складывает в свой большой рюкзак. А вот женская психика – это вот и есть тот самый рюкзак. Он всё это складывает, он всё это, так сказать, раскладывает по полочкам, он всё это консервативно сберегает, особенно то, что оптимально и адекватно, и более целесообразно, и помогает, так сказать, внедрить это в практику. А мальчик идёт дальше, он не замечает, что он там оставил за собой, а вот всё, что он оставил за собой, женская задача – всё это, что называется, притворить в жизнь. Поэтому женщина более практична, а мальчик – это больше творец. А раз он творец, значит, психика его особенно рафинирована, особенно хрупка, особенно уязвима. И наша задача, конечно, поберечь мужское здоровье, мальчиковое здоровье, любое, и физическое, и психическое. Наконец, макросоциум, то есть та общественная жизнь, в которой мы живём, как она влияет на психическое здоровье. мы уже перечислили об этом, как макросоциум влияет на психическое здоровье. Мы видим, как рушится в замечательных богатых странах и в нашей стране, которая переживает социальный кризис, перестройки, как рушится духовное здоровье, как рушится общее физическое здоровье. Естественно, претерпевает огромные испытания и психическое здоровье. Возникает вопрос. Вот человек, свершивший убийство, вот маньяк, который, недавно о нём была передача, об этом человеке, который убил что-то около 19 или более младенцев, детей, для того, чтобы удовлетворить какие-то свои комплексы. Он психически здоров или он психически болен? Даже понятие психического здоровья как такового, оно, конечно, это, в общем-то, медицинское понятие, психическое здоровье. И вот Всемирная организация здоровья, есть такая организация, как, допустим, Организация внедрных наций, есть такая вот организация, Всемирная организация здоровья, ВОЗ. ВОЗ. По определению ВОЗ это оптимальное приспособление к среде с ощущением психологического комфорта, способностью объективно отражать реальный мир и определяет комфортное, адекватное среде поведение. И присуще, конечно, как медицинский термин, в основном, именно как медицинское понятие в такой области знания, как психиатрия. Но мы с вами, конечно, понимаем, что психическое здоровье – это не только психиатрия, это и социальные явления, безусловно, как мы видели, и духовные явления тоже. И, конечно, макросоциум влияет на состояние психического здоровья отдельного индивидуума и общества в целом, вне всякого сомнения. Так вот, этот маньяк, он психически здоровый человек или психически больной? С точки зрения психиатрии, как вы знаете, его обследовали, признали вменяемым, истинного психического заболевания в нем не нашли. Однако мы с вами, конечно, не сомневаемся в том, что этот психический человек не здоров. Он находит в ситуации психического выверта, психического кризиса. Он, безусловно, психический урод, который позволяет себе подобное поведение. К сожалению, еще раз говорю, что многие понятия у нас искажены, понятия греха, понятия раскаяния, совести и так далее. Гуманно или не гуманно, например, оставлять человека на пожизненное заключение, что якобы он в это время, находясь на содержании общества, будет очень страдать. Хотя, наверное, даже не это вкладывается в основу наказания человека, что он будет страдать. Нет, вкладывается другое понятие. Я не хочу его наказывать, я не хочу брать на себя ответственность. Пусть он сам как хочет живет. Вот он натворил что-то, а я буду следовать заповеди «Не убей». На самом деле, как показывают исследования, эти несчастные люди, которые оказались на пожизненном заключении, многие из них, у которых действительно просыпается совесть, они невероятно страдают, находясь на пожизненном заключении, и жаждут умереть. И даже просят, чтобы над ними свершилось естественное возмездие. Но им же не дают даже руки на себя наложить, если вы знаете такие правила в тюрьме. Хотя мне так кажется, что человеческая гуманность больше бы проявилась в том, чтобы человек умер, свершив такое страшное злодеяние, и избавил бы от себя общество в целом. Итак, мы заканчиваем с вами первую часть нашего урока. Психическое здоровье. Мы можем подвести итог тому, что это за явление, и какова его роль. Его роль очень важная и значительная, как мы видим. Неоднозначное, до конца не изученное. Более того, оно остаётся непознанным в определённой степени, и широкое поле деятельности остаётся на то, чтобы человек продолжал изучать это явление. В следующих наших уроках мы коснёмся других с вами вопросов, имеющих отношение к этой же проблеме, психическому здоровью. Благодарю за внимание. Продолжение следует...